Как мы упоминали ранее, сегодня, 21 сентября, в Евлахе состоится встреча между представителями администрации президента Азербайджана с представителями жителей Карабаха армянского происхождения. Талгат Мялим, какие у вас ожидания от предстоящих переговоров? Здравствуйте. Этот вопрос крайне запутанный. Он стал настолько запутанным и наболевшим. В этих условиях выросло, наверное, не одно поколение молодых жителей того же Карабаха, которые даже не помнят предысторию, возможно. Но, тем не менее, они выросли в атмосфере конфликта, жили в атмосфере конфликта и в определенной степени имеют очень серьезные, пронизанные множеством стереотипов, предубеждений. И поэтому, я думаю, что достаточно сложно будет проходить этот процесс. Но, с другой стороны, одновременно с этим есть другая реальность, такая, как вооруженные силы Азербайджана, которые находятся непосредственно там. И эту реальность нужно признавать, и необходимо будет им находить компромиссы. Я думаю, что в конечном итоге речь будет идти в первую очередь о гарантиях безопасности для тех, кто захочет эвакуироваться из Нагорного Карабаха. Или же вопросы, возможно, каких-либо компенсации в покрытии, в обеспечении транспортом, или какие-то там организационные вопросы. И гарантии безопасности и недискриминации для тех, кто решит остаться в этом регионе. Но самое главное то, что, в принципе, этот процесс, каким бы болезненным он ни был, он в любом случае приводит к разрешению, к окончательному разрешению карабахского вопроса, который копился десятилетиями и был в замороженном состоянии. Я думаю, что сейчас необходимо проявить уже окончательную добрую волю обеих сторон к тому, чтобы прийти к каким-либо полным договоренностям. Для того, чтобы в конечном итоге на Южном Кавказе наконец восстарился благожданный мир, спокойствие, благополучие. И чтобы народы стали доверять друг другу, чтобы в конечном итоге это будет способствовать экономическому развитию и Азербайджана, и Армении, и всех остальных соседних стран. Я думаю, что в этом сейчас заинтересованы все. И самое главное то, что сейчас, учитывая перспективы развития транспортного транспортного коридора, воцарение мира на Южном Кавказе, заинтересованы и Европейский Союз, и Соединенные Союзы, и Китай. Поэтому я думаю, что сейчас все интересы сторон совпадают. Господин Калиев, вы сказали, что нынешняя ситуация принесет мир на Южный Кавказ. Хотелось бы упомянуть, что инициатива встречи была предложена официальным Баку уже не раз. Эксперты считают, что интеграция жителей Карабаха, армянского происхождения в азербайджанское общество – единственный исход, обуславливающий прочный мир. Можно ли сказать, что именно антитеррористические мероприятия принесли стабильность не только в Азербайджан, но и в регион Южного Кавказа? Да, безусловно. Все эти 40 лет практически регион считался нестабильным. Огромные территории заминированы. Даже при условии неприменения огнестрельного оружия или какого-либо насилия, сама по себе земля уже стала представлять угрозу для жизни и дезаварностности людей. Поэтому я думаю, что сейчас, по завершении всей этой операции, в конечном итоге можно наконец приступить к реализации мирного процесса, который будет включать в том числе и демилитаризацию этой зоны разминирования и восстановление мирной жизни. Потому что мир это не только отсутствие в войне, мир это полноценная жизнь, в которой можно будет ходить где угодно, испытывать, чувствовать себя в безопасности, заниматься созидательным трудом. И в конечном итоге каждый человек в этом должен быть заинтересован. Я думаю, вне зависимости от этого этнического принадлежности. Как вы считаете, как повлияет интеграция армян-карабаха в азербайджанское общество, на азербайджано-армянские отношения? Стоит ли ожидать каких-то принципиальных прорывов в этом направлении? Я думаю, безусловно. Исторически армяне и азербайджане мирно соседствовали. Я сам был свидетельством множества межэтнических браков, смешанных. Армяне и азербайджане имеют близкую кухню. Поскольку живут в одном регионе, имеют схожий темперамент. И я думаю, что сейчас новые поколения, те, которые не имеют... Новые поколения должны, наконец, преодолеть все прежние предубеждения, отказаться где-то, подняться над всеми множеством коллективных исторических травм и начать создать будущее совместное и благополучное. По крайней мере, исторический опыт этого уже был. Я думаю, что его возможно повторить. Вы высказали крайне оптимистичную оценку. Однако мы можем наблюдать антиправительственные митинги в Армении. Некоторые армянские граждане обвиняют в сложившейся ситуации свою власть. Другие же сетуют на Россию. К чему могут привести такие настроения в Армении? Почему армянское общество, вместо того, чтобы сосредоточиться на мирном процессе, ищет виноватых? Это как раз такие стремления жить настоящим, а не будущим. Или прошлым. То есть, когда в будущем разрешение и карабахского опроса, и восторение мира между Арменией и Азербайджаном способствует, в первую очередь, экономическому развитию Армении, которая находится сейчас в очень серьезной логистической изоляции. В то время как сохранение нынешней ситуации, это постоянная стагнация, это постоянный страх, это состояние войны, очень серьезное психологическое напряжение на массовом уровне, это большие гневрозы. Я не думаю, что это тот, что хотел бы каждый народ для себя. И сейчас вся эта риторика, эта риторика враждебности и так далее, это достаточно недальновидные действия политиканов, которые, очевидно, не видят всех преимуществ мирного процесса. Но к чему может привести? Я не думаю, что это может привести к выходу Армении из ОДКБ, хотя явно будет риектор в эту сторону как-то направлен. Это может привести к политическому кризису внутри Армении. Хотя можно сказать, что сегодня как раз таки, наверное, Никол Пашинян первый, кто решил применить, пойти на смелость, в какой-то степени отказаться от этого противостояния, которое практиковали все, все предыдущие руководители Армении, проявил определенную нацеленность на мирный процесс. И я думаю, что Армению ждут сейчас пока серьезные такие политические испытания, но я надеюсь, что все закончится благополучно и без жертв. Вы упоминали, что мирный процесс в интересах всех, в том числе ЕС, США. Однако каких действий стоит ожидать от Франции? Ведь эта страна уже неоднократно демонстрировала, что мир на Южном Кавказе не в ее интересах. Ну, я думаю, что сейчас, когда мир стал свидетелем такой большой масштабной войны на востоке Европы, это новые конфликты, не находятся ни в чьей вообще зоне интересов. Поэтому сейчас и Франция, и Крым, как все страны Евросоюза, должны быть заинтересованы. Не нужно, наверное, путать интересы отдельных политиков или отдельных лоббистских групп, интересами всего государства. Безусловно, в интересах Франции, вот среди мира на Южной Кавказе. А вот в интересах отдельных политических или лоббистских групп, может быть, есть иные мотивы. Но это уже другой вопрос. Благодарю вас, господин Калиев, за столь ценную экспертную оценку ситуации на Южном Кавказе. Всего вам доброго. Мира вам. Благодарю. До свидания. Напомню, что на прямом подключении со студией был Талгат Калиев, политолог из Казахстана. Продолжение следует...